В Казанском университете прошло очередное заседание ученого совета. КФУ продолжает работу пятый международный форум по педагогическому образованию. КФУ посетила делегация Китайского нефтяного университета. В ходе очередного заседания ученого совета КФУ состоялся конкурсный отбор на должности, а также были определены кандидаты в члены-корреспонденты РАН и заведующие кафедрами девяти институтов. Все подробности в следующем сюжете. 30 мая под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова состоялось заседание ученого совета Казанского университета. Мероприятие началось с приятной ноты. Отличившиеся сотрудники вуза получили из рук ректора грамоты и награды. Это на самом деле очень все заслуженные наши коллеги, которые не один год трудятся в университете и ежедневно просто выполняют свою работу. И то, что их отметили, это и заслуга университета, и, конечно же, персональная заслуга каждого из них. В продолжении торжественной части заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве КФУ с автономной некоммерческой организацией Казанский открытый университет талантов 2.0. В рамках соглашения в КФУ откроется новая образовательная программа высшего образования. Управление проектами в сфере социального предпринимательства. Хочу сказать спасибо за содействие в реализации государственной программы Республики Тарстана и в реализации концепции перспективы, которая указана президента, была принята в 2012 году. Сегодняшнее соглашение дает нам уже больше такую предметную деятельность развития темы социального предпринимательства. И очень приятно, что, конечно же, есть те люди, с кем мы содержательно прорабатывали прям программу и методику отбора. Да, вот сейчас будем стартовать. Согласно установленной повестке дня прошли выборы заведующих кафедрами девяти институтов университета. Единогласно было принято решение избрать на одну из таких должностей первого проректора Казанского университета. Так, с сегодняшнего дня должность заведующего кафедры общеэтнической социологии возглавляет Рияс Мензарипов. Еще девять человек были назначены на должность профессора, и восемь человек выдвинули свои кандидатуры на получение статуса членов корреспондентов Российской академии наук. Следующий вопрос прошедшего заседания коснулся увековечивания памяти выдающихся ученых. Профессор Института международных отношений Раиль Фахрудинов выступил с инициативой установить памятную мемориальную доску Андрея Попеля на третьем этаже Химического института имени Бутлерова. Как отметил выступающий, в стенах Казанского университета профессор Попель заложил основы современной школы химиков-неоргаников, успешно развивающейся в настоящее время. Проректор по научной деятельности Данис Нургалиев представил ученому Совету КФУ динамику участия Казанского университета в целевых программах, статистику финансирования и выполнение проектов по заказам организации реального сектора экономики. Вот наши научные журналы. Сегодня у нас уже раз, два, три, четыре, пять, шесть научных журналов, которые входят в международную базу данных. Это очень неплохо. Другие журналы мы сегодня тоже двигаем. Надо отметить, что журнал образования и саморазвития вошел в Скобус. Это первый гуманитарный журнал, который вошел. И вот мы хотели бы, конечно, чтобы серия гуманитарной науки Казанского ученых записок тоже вошла в какую-то из этих группу. Особое внимание ученого совета было уделено данным по динамике публикационной активности. Завершая мероприятие, ректор КФУ напомнил ученому совету о необходимости вовлеченности всех институтов и подразделений в процесс приемной кампании этого года. Валерия Муратова, Александр Юдин, Виолетта Басова, Универньюс. Мы продолжаем нашу серию сюжетов о пятом международном форуме по педагогическому образованию. На этот раз мы расскажем о пленарной дискуссии Российской Академии Образования. Смотрим следующий сюжет. 29 мая в завершении первого дня пятого международного форума по педагогическому образованию состоялась пленарная дискуссия Российской Академии Образования. Изменения в учебниках и учебных планах, поддержка сельских школ и мотивация оставаться в профессии для молодых учителей – все это стало темами встречи. В целом же дискуссия была направлена на обсуждение видения развития всей российской системы образования, представленной президенту Российской Академии Образования участниками форума. В процессе диалога удалось перейти из плоскости констатации проблем в состоянии выработки решений. К примеру, пристальное внимание было уделено разработке закона об образовании в части преподавания родных языков. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил важность поднятых на заседании вопросов и призвал научное сообщество дать им экспертную оценку. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюз. Казанский университет со знакомительным визитом посетила делегация Китайского нефтяного университета. Подробнее в сюжете Алсу Сатаровой. 30 мая состоялась встреча про ректора Казанского федерального университета по внешним связям Ленара Латыпова с представителями делегации Китайского нефтяного университета. Целью визита было ознакомление с Казанским университетом и интерес в сотрудничестве как в учебном, так и в научном направлении. Мы очень впечатлены большой и интересной историей Казанского университета и теми возможностями, которые он имеет. И, конечно, мы в силу нашего профиля в первую очередь заинтересованы в сотрудничестве с нефтегазовым делом и нефтяной инженерией. На данный момент Китайский нефтяной университет имеет очень большие перспективы для сотрудничества и обмена как студентами, так и преподавателями. Уже в сентябре этого года группа из пяти студентов приедет в Казанский университет для изучения русского языка. Я уверен, что мы сможем расширить наше сотрудничество на другие сферы, поскольку мы заинтересованы сотрудничать также в экономике, информационных технологиях и, возможно, как я уже говорил, и в изучении русского языка, естественно, в Казанском федеральном университете. 30 мая исполнилось бы 90 лет известному археологу, историку и заслуженному деятелю науки ТАССР, члену-корреспонденту Академии наук Республики Татарстан Альфреду Халикову. О том, как его память читят сегодня в Казанском университете, наш следующий сюжет. Сегодня в рамках 90-летия со дня рождения известнейшего татарстанского археолога в Институте международных отношений КФУ произошло сразу два важных события. Открытие мемориальной аудитории имени Альфреда Халикова и презентация стены почета прославленных историков Казанского университета. В этот знаменательный день в стенах Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия собрались родственники, друзья и ученики великого исследователя, а также нынешние студенты-археологи. Республики Татарстан Альфреда Халикова Альфред Хасанович в жизни и в работе как научный руководитель всегда отличался большой жизнерадостью и вниманием к людям, с которыми работал. Его огромный энциклопедический ум, знания, нетривиальные, нетрадиционные подходы к решению проблемы всегда являлись примером и подражания, и попыткой научиться этому способу мышления, оценке ситуации. Напомним, что 18 мая в Казанском университете открылась выставка памяти Альфреда Халикова. Посетить ее в музее имени Лобачевского можно будет до 30 июня. Камиль Гемоздинов, Леонард Влитяров, Универ Ньюз. Финал шестого Кубка эконома по мини-футболу прошел в спортивно-развлекательном комплексе «Уникс». Какая из команд стала победителем, расскажем в следующем сюжете. 29 мая в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся финал шестого Кубка эконома по мини-футболу. На этот раз за звание лучших боролись сборная третьего курса, сборная магистров, команда «Вопускники-2» и сборная преподавателей-сотрудников. Вот уже больше пяти лет данный турнир проводится в нашем институте и сплачивает и студентов, выпускников, преподавателей нашего института. В первом матче одной второй финала встретились преподаватели сборной третьего курса. С первых минут удача не покидала студентов, что помогло им выйти в финал со счетом 4-2. Во втором полуфинале сразились сборная магистров и команда «Упускники-2». Обе команды показали интересный футбол с большими скоростями, разнообразными игровыми комбинациями и острыми противооборствами игроков. Ничья. Счет 3-3. Кто выйдет в финал, определила серия пенальти. Счет 5-5 в пользу сборной магистров. Матч между командой «Упускники-2» и сборной преподавателей-сотрудников определил бронзовый призер турнира. В нелегкой борьбе после равного счета команда преподавателей сумела вырвать победу в серии пенальти, что принесло им третье место. В финале встретились две сильнейшие команды – сборная третьего курса и сборная магистров. Таким образом, счет 6-2. В конце матча определила заслуженную победу сборной третьего курса. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. На сегодня это все. Всем летнего тепла и, конечно же, удачной сессии. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok